И сегодня я говорю не только от своего лица, но и от лица более 100 предпринимателей, чьи рабочие места в данный момент являются под угрозой ликвидации. Ну, по всем известным причинам. Об этом сейчас... Ну, ничего не могу... Максимальный звук больше я не смогу. Если только кричать мне, но у меня тоже, извините... Это максимум, да, больше не получится. Ну, останется только в рот заслуживание. Мы, как представители инициативной группы, вот обратились к нашему руководству, чтобы нам организовали вот данную встречу, как бы, чтобы для разъяснения дальнейшей нашей судьбы и что нас ждет. И, конечно же, чтобы как можно больше привлечь внимание к нашей проблеме. Потому что наши торговые места, они являются нашим, как бы, основным источником дохода. А для некоторых это и вовсе единственный источник. Как бы, нам не 20 лет, нам выбирать профессию в нашем возрасте, как бы, сейчас не самое благодарное дело. Что хотелось сказать. У всех у нас семьи, у всех обязательства перед нашими семьями. Кроме этого, у нас есть иные обязательства перед всякими кредитными организациями. У кого обычный потребительский кредит, у кого-то ипотека, автокредитование. А если мы посмотрим, сколько людей ежедневно посещает наш рынок, то можно понять, что эта проблема затронет и жителей нашего города. Так как ни для кого не секрет, что на нашем рынке можно найти все, что угодно. От самой маленькой детали до профессиональных изделий. И также здесь можно параллельно приобрести карма. Также можно приобрести продукты питания. И благодаря этому, что здесь можно сэкономить элементарно свое время, люди сюда их ходили и будут ходить. Поэтому, что хотелось сказать. Хотелось бы по результатам этого собрания получить какие-то разъяснения по сложившейся ситуации. И просто, чтобы нам было понятно, что нас ждет в будущем. Спасибо за внимание. То, во что хотят превратить торговую площадь, не просто не учитывает наши интересы, но и действительно затрагивает интересы жителей города. Наш рынок, он, можно сказать, единственный в своем роде. Это место учитывает, сочетает в себе самое главное для наших покупателей. Это очень удобное расположение, большое многообразие товаров, допустим, доступные и низкие цены. На нашем рынке, который стал родным для многих годов, а для некоторых даже десятилетия, можно приобрести и найти все то, что не найти в сетевых магазинах. Мы хотим, чтобы... Давайте сохраним, благоустроим и дадим нашему рынку новую жизнь в соответствии с веяниями времени. Чтобы этого достичь, нужно... Можно только при условии обсуждения. И всего, чего мы хотим, это быть услышанными. И не хотим в определенный момент быть размазанным и безжалостным катком саратовского благоустройства. Спасибо. Добрый день, коллеги. Кто меня не знает, директор Сино рынка Дмитрий Суботин. Инициативная группа предпринимателей обратилась в администрацию рынка с просьбой организовать рабочую встречу и предоставить территорию, первый этаж мы выделили для того, чтобы провести с вами рабочую встречу. Все читают интернет, понимают, что вокруг торговых рядов происходит какая-то непонятная ситуация. Чиновники не дают ответа предпринимателям. И поэтому хотелось бы с моей стороны... Я подготовил информацию, информационную справку с деталями и событиями. И буду обращаться к всех, что... Потому что очень много дат событий, что происходило, чтобы быть абсолютно корректным и донести до вас эту корректную информацию. Сразу скажу, это ситуация не сегодняшнего дня. То есть она не в один день образовалась. У нее, у этой ситуации есть история. История вопроса начинается в мае 22-го года. В мае... Значит, весной 22-го года спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин высказался о необходимости благоустроить территорию перед рынком. Все мы прекрасно помним, что перед центральным входом в рынок велась торговля. Ставили палатки, были торговые павильоны. Все это прекрасно. Сейчас этого нет. Далее уже в августе месяце, когда Вячеслав Викторович приехал с очередным визитом в Саратовскую область, в город Саратов, он дал четкое распоряжение местным чиновникам выйти на диалог с руководством рынка, чтобы привели территорию в порядок. Все мы сейчас видим, территория освобождена, благоустроена, удобные парковки, удобная зона отдыха для покупателей. Мы в кратчайшие сроки все замечания устранили. Но как оказалось, не тут-то было. Как в сказке, рыбаки из этой рыбки, чиновников оказалось мало, они захотели больше. Все-таки, вбрите смелости, давайте подойдем. Ну что, мне, мэри, мы, 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 выставили, что вы сказали. Хорошо, спасибо всем тем, кто высказался. От лица предпринимателя я подытожил. Проект регламентирующий, используя новые достопримечательности, размещенный на сайте мэрии, 16 апреля для общественных обсуждений с сроком до 16 мая. По факту, у нас осталось с вами 3 дня. И депутат Александр Блатман 5 апреля высказал, что площадка нужна и будет создана. Но по факту с нами, не с нами, не с руководством рынка, никто ничто не обсуждал. Мы прошли ряд инстанций, мы писали письма, мы писали обращения и пытались создать ту самую площадку, на которой будет все это обсуждаться. Но мы получаем и получали стандартные, как под копирку, отписки. По указанным номерам телефонов к нам, к сожалению, никто не отвечал. А спустя какое-то время к нам ответили. И сотрудник, который отвечал на эти вопросы, был некомпетентен в ряде вопросов, многочисленных вопросов, которые мы задавали. И он, к сожалению, не в курсе нашей проблемы, то, что происходит с целым рынком и с целыми людьми, которые приходят сюда, на наш рынок ежедневно. Этот вопрос затрагивает огромное количество людей, в том числе не только арендаторов, но и покупателей. Мы от лица предпринимателей, хотели бы заявить следующее, что мы возмущены незаконным действием наших властей и чиновников с намерением закрыть самый старый, один из самых старейших рынков города и без вариантов рассмотрения реконструкции и предложенных нами красивых видов. С целью сохранения наших рабочих мест мы организуем обращение к голове государства Российской Федерации и во все надзорные органы с просьбой о защите наших прав и законных интересов, а в поддержку этого начинаем сбор подписей. Если кто-то среди желающих, покупателей, реандаторов, то, пожалуйста, сбор подписей организуем здесь. А также мы подаем заявку на проведение митинга на территории рынка. Я уверен, что мы будем услышаны и пойдем вместе до конца. Спасибо большое.